Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев презентовал программу социально-экономического развития региона. В мероприятии приняли участие почетные жители региона, депутаты, представители органов исполнительной власти, общественники, участники и ветераны СВО. Работа над программой велась вместе с жителями и экспертным сообществом. Какие цели обозначены в программе, что уже сделано и что предстоит, расскажет Светлана Кудрявцева. Три месяца работы, более сотни встреч с жителями и бизнесом. Решения, которые вырабатывали вместе, глава региона Вячеслав Федорищев представил программу социально-экономического развития Самарской области на период с 2024 по 2029 год. Время не стоит на месте, перед нами возникают новые серьезные вызовы, и мы должны находить на них правильные ответы. Президентом России была поставлена задача подготовить программу опережающего социально-экономического развития. Я благодарю всех, кто принимал участие и кто активно включился в эту работу. В Рио губернатор отметил, что 63-й регион обладает мощным потенциалом и возможностями для того, чтобы стать ключевой точкой роста Приволжского федерального округа и опорным регионом страны. Для этого в программе разработали семь масштабных целей в соответствии с национальными приоритетами. От повышения благосостояния населения и развития промышленности до поддержки туризма – одно из важнейших направлений народосбережения. Семьям с детьми продолжат оказывать все меры поддержки. Мы введем и новую меру поддержки, представление единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей женщинам от 18 до 25 лет, родившим первого ребенка. Мы будем работать над сокращением срока ожидания жилья по программе «Молодая семья». В 29-м году в среднем он составит не более трех лет. В приоритете увеличение продолжительности жизни этот показатель должен достичь 76 лет. Для этого запланирована поддержка здравоохранения, строительство и капремонт больницы, поликлиник, закупка машины, оборудование, привлечение в сферу медработников. Важнейшая и, безусловно, самая главная сейчас задача – это всесторонняя поддержка участников специальной военной операции членов их семей. Сегодня в регионе реализуются более 30 мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей, а с 1 июля этого года мы увеличили размер выплаты из регионального бюджета тем, кто заключил контакт на прохождение военной службы. С 1 октября будет введен бесплатный поезд для членов семей и участников СВО по транспортной карте «За победу». Запланировано строительство социальных, образовательных, культурных, спортивных объектов. Начнется реализация новой региональной программы «Мастер спорта». К 2029 году в полтора раза улучшится качество городской среды, будут благоустраивать общественные территории и дворы, решать проблему с аварийным жильем, перекладывать коммунальные сети. Ежегодная замена коммунальных сетей должна достичь от 2 до 5 процентов от общей протяженности. В 2030 году создадим возможность подключения к сетям газораспределения еще не менее 25 тысяч домовладений. Дополнительно газифицируем более 70 населенных пунктов области. В Самарской области обеспечат развитие ключевых отраслей промышленности, автомобилестроения, химии, авиационно-космического сектора, нефтепереработки и металлургии. Программа очень амбициозная, конечно. Программа, которая позволит при условии ее реализации очень серьезный шаг вперед сделать в развитии социально-экономическом, в культурном развитии Самарской области. И вот мне, как представителю бюджетного комитета, чаще всего задают вопрос, где найти средства на ее реализацию, где средства на все это. Я могу сказать, что бюджет Самарской области, хоть он большой, 330 миллиардов рублей, но при всем при этом, конечно, для того, чтобы все ее реализовать, нужны нелинейные решения. И могу сказать, что эти решения, они находятся. Посмотрите, как продвигаются семейные ценности в программе. Это и уникальные программы «Семейный капитал», это и забота о детях с точки зрения отдыха и здоровья. Посмотрите, что касается физической культуры. Более 500 объектов, до 67% людей будут систематически заниматься физической культурой. А специальные компоненты социально-экономической программы адресованы лицам младшего возраста и старшего возраста, что тоже для меня, как специалистам по общественному здравоохранению, кажется очень важным. До 2030 года в Самарском регионе обеспечат рост инвестиционной активности на 60% по сравнению с 2020 годом. Будут развивать туристическую инфраструктуру, создадут платформу туристических сервисов «Отдыхай в Самаре». Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. Жители региона оценили программу социально-экономического развития Самарской области, которую представил временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Федорищев. И вот, как они прокомментировали озвученные им решения, касающиеся обеспечения квартирами детей-сирот, переселения людей из ветхого и аварийного жилья, строительства новых поликлиник, школ и детских садов. Рождаемость больше и больше, и поэтому нужно больше новых мест. Тем более больниц и поликлиник. Здоровье самое главное. У нас очень много старых домов, особенно в Киевском районе, естественно, да, конечно, я думаю, что люди будут довольны. На мой взгляд, очень много строится домов в центрах, и население растет, опять же, да, все приезжают из регионов, и с областей, с сел, и не хватает. В две-три смены ученики учатся, у меня у самого сына, ну, в школу ходят. И, как бы, есть потребность очень большая. Я за то, чтобы детей-сирот однозначно обеспечивали, потому что им некому помочь. Это обязано государство делать, я считаю. Раз уж мы их сначала берем в интернаты, в детдома, то потом должны, конечно, предоставлять стартовое какое-то жилье. Много новостроек. Школы здесь две очень хорошие школы, но надо больше. Вот, внуки подрастают, и поэтому у нас этот вопрос стоит, так сказать, ребром. В Самаре перенесут газораспределительный пункт, который установили рядом с монастырскими воротами, расположенными на улице Осипенко. К такому решению пришли на выездном совещании. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Рядом с объектом культурного наследия монастырскими воротами, расположенными на улице Осипенко, установили газовую подстанцию. Жители выразили недовольство. Газораспределительный пункт портит внешний вид города и самих ворот. Ситуация привлекла внимание общественности, депутатов и администрации города. На месте строительства ГРП депутат Государственной думы Александр Хинштейн провел выездное совещание, на которое пригласил все стороны конфликта. Участие в обсуждении приняла и глава города Елена Лапушкина. Выяснилось, что таким образом ресурсоснабжающая компания вынесла газовый пункт с территории военного госпиталя, где будет построен новый лечебный корпус. ГРП разместили в зоне охраны объекта культурного наследия, что является нарушением. Либо некапитальное сооружение, оно меньше по размерам и с другими техническими решениями, либо подземные сооружения, которые не препятствуют визуальному восприятию. Поскольку это одно из требований охраны зоны, а здесь мы видим непосредственно вблизи конструкцию, которая экранирующая, то есть в 10 метрах от памятника. При этом ресурсники уверяют, что все документы в порядке, и установка подстанции была согласована с органом охраны. По итогам совещания и глава города, и депутат Госдумы предложили перенести газораспределительный пункт на другую площадку. В случае, если сейчас оперативно нам не удастся эту проблему разрешить, значит тогда, на мой взгляд, единственным вариантом останется пойти на временное решение, запустить то, как это есть сегодня, с последующим переносом. Пункт перенесут в ближайшее время. При этом работы не помешают строительству нового лечебного корпуса. Виктория Шарая, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Обновление теплотрасс в числе важнейших работ в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Эти и другие задачи обсудили на заседании штаба, которое прошло под руководством заместителя главы Самары, руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Александра Андрианова. Подробности в нашем сюжете. Современные материалы и технологии. А главная возможность – дистанционно оценивать состояние инженерных коммуникаций. В этом году теплосети заменили на 24 локациях. На 15 объектах уже восстанавливают благоустройство. Шесть участков ожидают переподключения объектов с временных схем водоснабжения на новые – постоянные. Для этого не более чем на сутки будет временно ограничена подача горячего водоснабжения в близлежащие дома. В границах улиц Больничной и Искровской в Октябрьском районе Самары подрядчик спланировал завершить этот процесс до выходных. Сегодня необходимо сделать семь перебрезок. Из них три жилых дома, больница и тепловой пункт с двух сторон. Школа декса, магистраль собрана, она будет подключена через камеру уже. В тепловом пункте будет перебрезка сделана. То есть уже линия готова. В больнице дабы подключаться, там дополнительно отдельные подключения. Выходные воду отключать не будут, пообещали в департаменте городского хозяйства и экологии городадминистрации. Новые коммуникации прослужат минимум 40 лет. Защита от коррозии обеспечена дополнительной наружной гидроизоляцией. Очень большая защита от коррозии снаружи. Если в такую трубу обычная изоляция напитывается, потом сохнет, пока сохнет, гниет, то здесь подхода непосредственно к металлу нет. И мало того, здесь еще есть непосредственно система, которая позволяет моментально на мониторе отражать, в каком месте идет замыкание и принимать экстренные меры. Продолжается подготовка к зиме и жилищного фонда. Специалисты районных администраций совместно с ГЖИ оценивают элементы, включенные в тепловой контур многоквартирных домов. Это оконные и дверные проемы, кровли и отопительные системы. Замечания отрабатывают совместно с управляющими компаниями. Общая готовность жилищного фонда «Самара» к холодам составляет сейчас почти 100%. Жители 33 домов «Самары» остались недовольны прошлым отопительным сезоном и меняют управляющие компании. Их подготовку к зиме планируют завершить к концу следующей недели. Важная задача – оформление паспортов готовности в системе электронной ЖКХ. На особом контроле и объекты социальной сферы. Из 564 к осенне-зимнему периоду подготовлено 559. По нормативам, для подключения объектов к теплу, среднесуточная температура должна опуститься ниже 8 градусов и держаться на этом уровне в течение пяти суток. Однако при резком похолодании городские власти готовы начать отопительный сезон раньше. Галина Топилин, Валерий Майоров, События. На участке дороги по улице Чернореченской, комплексно отремонтированном по нацпроекту безопасной и качественной дороге, контрольные мероприятия продолжаются и после возобновления движения транспорта. Напомним, что проезд от улицы Спортивной до улицы Владимирской открыли на этой неделе. А сегодня одни специалисты следят за дорожной ситуацией, другие занимаются приемкой выполненных подрядчиком работ на улично-дорожной сети. Параллельно в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» идет комплексное обновление общественного пространства бульвара на Чернореченской. Наша съемочная группа побывала на объекте. Людмила Цибанова живет на улице Спортивной рядом с губернским рынком. Рассказывает, до ремонта Чернореченской часто приходилось здесь ходить и ездить. Голосовала за локацию, когда решался вопрос об обновлении бульвара по нацпроекту «Жилье и городская среда». То, что помимо пешеходной зоны здесь отремонтировали дорогу и расширили ее на участке, примыкающем к улице Владимирской, считает правильным решением. Дорога хорошая, вроде как на вид. Сделали расширение, примыкание к Владимирской сделали расширение. Очень удобно, всегда там была пробка. Дорожное покрытие на Чернореченской обновили по нацпроекту безопасные качественные дороги. Перед укладкой нового асфальта полностью заменили коммуникации, которые проходят под дорогой. Модернизировали систему дорожного освещения, обустроили ограждения. На этой неделе движение транспорта на Чернореченской открыли. По улице Чернореченской завершен комплексный ремонт. Выполнен ремонт проезжей части, а также ремонт тротуаров. В настоящее время специалистами МВУ Дорожное хозяйство выполняются работы по проверке выполненных объемов. Производятся контрольные замеры, а также проверка монтажа дорожных бортов, проверка качества уложенного асфальтобетонного покрытия. Дорожное покрытие на Чернореченской привели в нормативное состояние, используя материалы последнего поколения. Помимо этого вдоль дороги и тротуаров установили бортовой камень. Люки смотровых и дождеприемных колодцев заменили, подняли на проектные высотные отметки. Вдоль проезжей части сделали газоны. Кроме того, в рамках нацпроекта установили пандусы для удобства передвижения всех пешеходов, включая маломобильное население. Установлены 64 фонаря с энергосберегающими лампами. Профильное ведомство контролирует качество выполненных работ и используемых материалов. Производят замеры геометрических параметров объекта. При выявлении отклонений от установленных параметров подрядчик обязан их устранить. На следующей неделе приемку объекта планируется завершить. Галина Топилина, Валерий Майоров, События. Запуск пилотируемого корабля на самарской ракете «Союз-2.1А» намечен уже на следующую неделю, 11 сентября. Как сообщило агентство «Роскосмос», начались финальные приготовления. Ведомство опубликовало фоторепортаж с важной операцией по катке головного обтекателя, который защищает космический корабль во время выведения на орбиту. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, как они отмечают годовщины свадьбы. Ну вот у нас недавно была годовщина свадьбы, мы ездили на турбазу. Обычно это у нас два дня, то есть один день это чисто я, жена и дети, а второй раз мы отмечаем уже вместе с тестем, тещей, мамой, папой. Обычно мы стараемся куда-то выехать в какое-нибудь место, там условно как парк-отель, да, и сходить в ресторан, посидеть всей семьей. Конечно, в кругу, прежде всего самых близких, это сын, внучка, сноха и ближайшие родственники. Никак, потому что это есть, это будет, это приятно, поздравления. У нас уже 46 лет, да, будет в следующем году. А в этом году, ну, сын нас сводил в ресторан, мы сходили, с удовольствием отметили юбилей свадьбы. Конечно, это приятные воспоминания, одно из важнейших событий в жизни. Ну, в основном юбилейные даты, конечно. С теми, кто был с нами в тот день, которые были свидетелем наших, наверное, отношений и рождения нашей семьи. Ну, это же отличный повод, чтобы собраться все вместе, как иначе. Россия нам обещают 200 тысяч рублей за переезд в Самарскую область. Условия, определенный возраст и официальное трудоустройство. Желающим нужно разместить резюме на сайте Работа России, получить самарский сертификат индивидуального сопровождения, пройти собеседование у заинтересовавших вас работодателей, заключить трудовой договор, подать документы на выплату. В День города жители смогут узнать историю Самары на бесплатных автобусных экскурсиях. Их проведут профессиональные гиды, которые расскажут интересные факты о столице региона. Обзорные экскурсии пройдут 8 сентября с 12 часов до 20 часов. Путешествия можно начать от площади Кирова или от Барбошиной поляны, остановки Собор Кирилла и Мефодия. А от них проехать к центру. Автобусы будут ходить с интервалом 30 минут, предварительная запись не требуется. Практически все маршруты пройдут по улице Льва Толстого, по одной из самых главных улиц исторического центра, где тоже огромное количество памятников архитектуры и достопримечательностей. То есть обо всем этом можно будет услышать от экскурсоводов, которые будут рассказывать о наиболее примечательных зданиях и памятниках. Также можно будет это просто увидеть в окно экскурсионного автобуса. В этот раз решили, так сказать, уделить внимание рабочей безымянке, поэтому один из маршрутов начнется на площади Кирова. На экскурсоводы они будут рассказывать об истории вот этого рабочего района, который, так сказать, является тоже одним из культурных кодов нашего города. 5 сентября православные отмечают последний день празднования Успения Божьей Матери. Он называется отданием, то есть завершением празднования во всей полноте. Успения Пресвятой Богородицы в православии отмечают 28 августа по новому стилю. Отдание является ничем иным, как возвращением верующего сердца к переосмыслению праздника спустя определенное время. В раннехристианские времена это практиковалось строго на восьмой день. Само же Успение Пресвятой Богородицы – один из самых значимых праздников в православном календаре. Этот день посвящен памяти о смерти и вознесении на небеса Святой Девы Марии, Матери Иисуса Христа. Новая точка на спортивной карте Самары. В сквере Фадеева в рамках всероссийского проекта «ПСБ детям» открылся центр уличного баскетбола. Сразу несколько площадок с качественным покрытием будут доступны для жителей города круглогодично. В торжественной церемонии открытия приняли участие первые лица банка и региона, а также именитые баскетболисты. Подробнее в нашем сюжете. Одна площадка для классического формата баскетбола, пять зон для формата 3х3. И все это с экологичным, износостойким и всепогодным антитравматическим покрытием. Именно так оформлен новый центр уличного баскетбола площадью 3000 квадратных метров, который открылся в Самаре в рамках первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ детям». Эта площадка стала первой в Самаре, а всего банк открыл уже 20 таких площадок по всей стране. Потенциал развития спорта именно детского в области очень большой, с одной стороны, с другой стороны. Но это просто востребовано. Развиваем спорт, детский спорт, массовый спорт. И работаем дальше с руководством Самарской области на благо жителей и развития области в целом. В торжественной церемонии открытия площадки приняли участие почетные гости. Председатель ПСБ Петр Фродков, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Самары Елена Лапушкина, депутаты Госдумы и руководитель Российской Федерации баскетбола, заслуженный мастер спорта Андрей Кириленко. Обсуждая открытие площадки, почетные гости отметили, что социально-экономическое сотрудничество между банком и регионом будет продолжено, и подобные проекты будут реализовывать и в других городах области. Это очень важно, это часть реализации большой задачи, которую ставит президент в развитии массового спорта. Мы в Самаре ее воспринимали как поручение, которое нужно выполнить безусловно. И на такого рода центры мы будем делать акцент, как пример. Праздник сопровождался и большим баскетбольным фестивалем. Юные баскетболисты сыграли турнир 3 на 3, а также получили уроки и советы от Владимира Агабабьяна, главного тренера мужской сборной России по баскетболу 3 на 3, которая завоевала серебряные медали на Олимпиаде в Токио. Здесь в первую очередь преследуются вопросы массовости спорта нашего, и как раз баскетбола в целом. И именно для этих задач это великолепное покрытие, это не бетон, это такая определенная технология, которая из нескольких слоев состоит, что помогает особенно в детском возрасте беречь колени, спины, суставы. Все корты соответствуют требованиям ФИБА, поэтому здесь можно проводить как всероссийские, так и международные официальные соревнования. Конечно же мы можем проводить и наши баскетбольные турниры 3 на 3, какие-то профессиональные соревнования, но, конечно, главная цель это массовая доступность, и я уверен, что именно в этом месте, в Самаре, где очень любят баскетбол, это будет пользоваться огромным спросом. Доступ к площадке будет открыт круглый год. Побросать в кольцо и сыграть здесь смогут как профессионалы, так и любители, а также тут будут проходить тренировки для всех желающих. Все, кто уже оценил площадку, уверены, центр станет одной из основных точек на спортивной карте города. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что продолжается прием заявок для участия в конкурсе на получение премии главы городского округа Самара «Мир равных возможностей». К участию приглашают лица с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 18-летнего возраста, проживающие в Самаре. Премии вручаются в номинации их «Общественная деятельность», «Литература и искусство», «Образование и наука», «Предпринимательская», «Производственная» и «Научно-рационализаторская деятельность», «Техническое и декоративно-прикладное творчество», «Физическая культура» и «Спорт». Лауреатам премии выплачивается единовременное денежное поощрение и вручается диплом. С перечнем документов для кандидатов и подробной информации о премии и попечительства. Всероссийский эко-марафон «Переработка» пройдет этой осенью, сообщает телеграм-канал администрации Самарского района. Цель акции – организовать сбор макулатуры и на вручные средства помочь бойцам в зоне СВО. В Самаре эко-марафон состоится 2 октября. Все организации и жители района, собравшие более 300 килограммов макулатуры, могут оставить предварительно заявку на сайте сдавайбумагу.рф. Подать заявку на участие необходимо не позднее, чем за два дня до проведения акции. Вывоз будет проводиться силами и транспортным организаторов. Все участники акции будут награждены благодарностями и грамотами акции «Сдай бумагу, помоги своим». Мероприятия ко дню города пройдут в музее Рязаново 7 и 8 сентября, сообщает администрация железнодорожного района. В субботу в 17.00 в сквере Ильдары Рязаново состоится открытие выставки «Киноволга» и кураторская экскурсия директора музея. В 18 часов для зрителей выступит фолк-группа «Тараксакум», а в 19.00 пройдет показ фильма «Максим перепелица». В воскресенье с 10 утра до 6 вечера самарцы смогут бесплатно посетить музей Рязаново. В час горожан ждет показ фильма «На золотом крыльце сидели». В 3 часа мастер-класс «Волга волнуется раз», на котором участников научат делать кораблик техникой оригами. В 4 часа организаторы приглашают на занятия «Старые игры» о главном «Игры с мячом». В 5 часов на лекцию Кубыша в 1960-80-е годы «Мир советского человека». В 6 часов концерт Георгия Шагалова и пешеходную экскурсию «Самарские страницы жизни Ильдары Рязанова». А в 19.00 показ фильма «Гусарская баллада». На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самары ГИС», в нашем телеграм-канале, на страницах «Водноклассниках» и «Вконтакте». Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok